То, что Прибалтика уйдет из Союза Первого, ведь понимали почти все. Перед парад суверенитетов уже начался. Но надо помнить то время, чтобы помнить, как именно это было. А то сейчас все говорят, вся Латвия поднялась и ушла. Нет? Да, уже были митинги, и речи, и декларации, какие-то новые люди на трибунах. Но ведь миллионы людей по-прежнему жили спокойно в своих республиках, в своих домах, ходили на работу, зная, что страна стоит, власть есть. И что даже если развод не минуем, что их, наверное, тоже спросят и защитят. Наверное, первое предательство было именно там, в Риге, когда в центре города начали стрелять, и ОМОН пошел на штурм. Так что случилось в январе 1991 года? Почему сценарий той провокации стал таким далеким предвестником будущего киевского мандарма? Почему Москва не прислала войска? Трагедия реческого ОМОНа в истории нашего специального корреспондента Виктора Черногоза. Теперь это уже традиция. Раз в год в Латвии берутся за факелы. Горящий костер на Домской площади сейчас жест больше символический, но в январе 1991-го все было всерьез. 25 лет назад на парикады в центре Риги пришли тысячи людей. Но даже тогда среди активистов мало кто верил. Из-за этого костра разгорится пламя, которое совсем скоро уничтожит весь Советский Союз. Вы тогда верили, что Советский Союз распадется с этой возможностью? Нет, я не... Я такому... Верили, что мы получим свободу. К январю 1991-го СССР сильно лихорадило. В той же Латвии уже существовало параллельное официальному правительству. Еще в мае 1990-го года республика объявила о независимости. А центр, кажется, так ничего и не понял. Через пару дней я приехал, был принят, и он мне там наобещал, да, ты стой, ты держись, ты там, мы тебя поддержим, все. Но я понял, что это пустые слова, потому что никаких последствий не последовалось. Это бывший главный латвийский коммунист описывает встречу с Михаилом Горбачевым в мае 1990-го. Подобным образом генсек вел себя каждый раз, когда нужно было принимать решения. Ленин, собрание сочинений которого до сих пор на почетном месте в этом кабинете, удивительно точно сто лет назад описал подобную ситуацию. Низы не хотят, а верхи не могут. Основные ингредиенты революционного коктейля. Плюс небольшая помощь со стороны. На базе нашего подразделения был создан разведотдел. Это впервые я сегодня об этом произношу. Который сыграл очень важную роль. Поэтому мы неплохо владели информацией, все что складывалось. Бывший командир Рижского ОМОНа сейчас он готов поделиться секретами поющей революции. Так поэтично называли события 1991-го. Оказывается, как это часто бывает, энтузиазм народных масс был не таким уж спонтанным. Когда в здании Верховного Совета Латвийской ССР появилось приемное Центрального разведывательного управления, вот лично наше подразделение, наш разведотдел готов был для работы. Докладываем в Москву, не реагируют. Докладываем местные наши, у ФСБ, у ФСБ, это сейчас это самое, у КГБ, в Латвийской ССР тоже не реагируют. Революционный процесс шел как по учебнику. Сначала Латвии буквально завалили агитационными материалами. Сам издат убедительно объяснял, Москва нам больше не указ. Западная латышская иммиграция через ЦРУ обеспечила поступление сюда, в Латвию, определенных финансовых средств, на которые были закуплены множительная техника, фото, телеоборудование. Парадоксально, но факт, действующая на тот момент ЦК Латвии не имела доступа к собственной типографии. Так что дом печати стал первым зданием, которое в январе 1991-го занял Рижский ОМОН. Какое-то время все было спокойно, но в ночь на 13 января произошла трагедия в Вильнюсе. При штурме войсками телевышки погибли мирные граждане. В этот же день на улицах соседней Риги появились первые баррикады. Чтобы показать, что были жертвы, подпитых мужиков клали перед баррикадами. Ну, я видел одну такую сцену. И фотографировали, что вот, мол, жертвы. Там ни стрельбы, ничего не было, но так надо было. Теперь тем событиям посвящен целый музей. Несколько комнат с фрагментами баррикад, экраны с кинохроникой. Наиболее интересное, как обычно, ждет посетителей в самом конце. Здесь выставлено все то, с чем выходили на баррикады в январе 1991-го года мирные граждане. Строительные каски, противогазы, самодельные дубинки. И главное, десятки бутылок с зажигательной смесью. Протестующие явно готовились к масштабным столкновениям с милицией. Этой скрытой от глаз к широкой общественности работой занимались специально обученные люди. Члены так называемых отрядов добровольных стражей порядка. Уникальные кадры 1991-го года. Утром 20 января патруль ОМОН задержал пять добровольных защитников порядка. В их автобусе нашли массу интересного. Пошли кучу патронов, пистолеты не успели выбросить. Нашли ящик, бутылок с коктейлем молотом. Скажите, что здесь в этих бутылочках лежит? Для бензина? А для чего она на бутылках? Еще в списке кодов для шифрованных переговоров патрона холодное оружие, когда задержанных повезли в прокуратуру, наступила кровавая развязка. Они первыми грудью на захват. Это очень нужно подразделение, но в какую игру их тянули, вот это уже... Фактически ОМОН попал в классическую засаду. По бойцам стреляли сразу с нескольких направлений. Огонь велся вот оттуда, с верхних этажей здания Министерства внутренних дел. Одновременно стреляли с другой стороны. Вот оттуда, где находится так называемая батальонная горка. Неизвестные снайперы в толпе мирных протестующих. Агрессия и провокации в отношении силовиков. Как следствие, неизбежная жертва. Все это мы видели совсем недавно, на Киевском Майдане. Но впервые подобные технологии были отработаны именно здесь, в Риге, 25 лет назад. Даже по скупым кадрам хроники понятно, стрельба шла со всех сторон. При такой плотности огня жертв не могло не быть. Восемь раненых и пятеро погибших, кровавый итог того боя. Кто начал стрелять первым, до сих пор неизвестно. Официальное расследование закончилось ничем. Хотя очевидцы и сейчас уверены, засада в МВД была спланирована заранее. И нападавшие, скорее всего, ушли незамеченными. Я был самый первый, который обошелся зданием МВД. Поднимаясь на пятый этаж, я увидел, что стекла просыпались вовнутрь. Значит, нападение было с крыши. В 91-м Виктор Бугай командовал рижской милицией. Она, как и все общество, тогда раскололась на две части. Полковник, как говорит теперь, выбрал сторону здравого смысла. Главным после событий 20 января было избежать продолжения кровопролития. А значит, никакой политики. На их собраниях и совещаниях и митинах я говорил, пять минут без власти в Москве и Латвии, и Прибалтика будет свободна. Ну и каждый человек, естественно, задумался, стоит ли ему участвовать в той провокации, в которой нет конца. В итоге так и вышло от рижского ОМОНа и вильнюсских десантников руководство СССР. Показательно открестилось. Получается, что они вроде как действовали по собственной инициативе. Первое и главное, что я хочу сказать, сводится к следующему. События, которые произошли в Вильнюсе-Рике, ни в коем случае не являются выражением линии президентской власти, ради которой она была создана. Несмотря на это, ОМОН продолжил выполнять приказы из Москвы. Последний из них был отдан экс-министром МВД Пуга 19 августа 1991 года. За 8 часов спецназ полностью взял под контроль ключевые объекты в Латвии, которая стала единственной в СССР республикой, где ГКЧП смог победить. Тогда сторонники независимости так и не вышли на улицы. Что бы они нам сделали? Кто мог нам противостоять? По вооружению, по оснащенности вообще. Людской ресурс, который был. Кроме нашего подразделения, у меня два десантных батальона в оперативном подчинении, батальон морской пехоты у меня, у нас свои вертолеты, у нас все было. Это же не просто ОМОН, какая-то патрульная служба, это хорошо вооруженное подразделение было. Но а как навязать народу свою волю? Провал путча сделал бессмысленным и нахождение ОМОНа на территории Латвии. Подразделение в полном составе, сохранив оружие и бронетехнику, было выведено в Россию. Это орден трех звезд, четвертым номером у меня в Латвии. Я четвертый человек, получивший этот орден после установления. Вот эта медаль, значит, здесь написано Парлатвию. Они все номерные, эти медали, да, за Латвию. Родина наградила Марину Костенецкую всеми высшими знаками отличия. В 1991-м она была одним из лидеров Демократического народного фронта. Стояла на баррикадах и заседала в Верховном Совете. Но в этом году ее не было среди участников памятных мероприятий, как и многих других представителей русскоязычной общины. После распада СССР новая свободная Латвия жестоко посчиталась со своими защитниками. Обида была настолько сильной, что многие люди, которые действительно на баррикадах рисковали жизнью, по сей день отказываются получить гражданство. Хотя они прекрасно владеют латвийским языком, знают историю Латвии, может быть, лучше самих латышей, да. Эта обида, она обоснована. Памятное мероприятие в Риге завершал концерт в Домском соборе. Хор, свечи, кадры хроники. Праздник независимости был выдержан в минорном тоне. Если подводить итоги, получается и правда не слишком оптимистичная картина. За годы после распада СССР Латвия потеряла четверть жителей и статус одной из самых промышленно развитых территорий в Восточной Европе. Сейчас она полностью зависит от Брюсселя, как когда-то от Москвы. Построить единое, полностью суверенное латышское государство, похоже, так и не получилось. Виктор Черногуст, Александр Зимцов, Александр Лусников, Дмитрий Батманов и Роман Жученко. Пятый канал. Рига. Латвия.